Здравствуйте дорогие друзья с вами снова Елена могу вам сказать что взяла тему так взяла у меня просто поднакопилась информация про родинки они меня не отпускают и как бы на другого меня сейчас времени не хватает но процесс идет достаточно медленно а каждому хочется узнать что-то важно именно о своих собственных родинках поэтому постараюсь все-таки сейчас не на что отвлекаться то что мы уже говорили находится папке родинки на главной кто еще не случайно попал на эту тему посмотрите внимательно может что-то уже вас увлечет и уже по некоторым родинкам которые мы с вами как бы уже обсудили коротко возникли дополнительные вопросы поэтому к этим родинкам еще вернусь впоследствии и расскажу более подробно о тех вещах которые мне удалось накопить информация про родинки достаточно широкая но глубина захода в эту тему не у всех как бы соответствует поэтому если мне уже удалось собрать достаточно информации буду биться с нее до конца может быть перегружу вас ожиданием но тем не менее дорогие мои друзья такая информация на канале должна быть она помогает людям разбираться со знаками судьбы с теми в общем-то наклонностями и сущностями которые проявляются в характере поэтому делаем благое дело и ваши комментарии бесценны читаю внимательно изучаю и если есть несоответствие приветствую их тоже потому что в данном случае мы стремимся к истине вы обладатель этих родинок и вы больше знаете о себе чем я с точки зрения теории ну вот такая была у нас прелюдия а сейчас перехожу к родинкам которые находятся на груди грудь дорогие мои друзья понятия растяжимый нас интересует сейчас полоса между плечами не доходя до молочной железы то есть вот эта полоска которая находится в верхней части нашего торса эти родинки по сути дела говорящие о многом плавно перейдем ниже поговорим потом родинки под грудью у нас начинается достаточно интересный цикл который вы ждали я это прочитал в ваших комментариях и так начинаем обсуждать могу сказать дорогие мои друзья что эти родинки встречаются и мужчин и женщин только вот если разобраться для кого они более судоносные женщины тут стоят особняком для них эти родинки более значимые с точки зрения их любовного женского счастья и так далее мужчины тоже могут вникать в эту информацию полной мере только помнят что у них от того что сказано есть тоже все в полной мере но полная мира здесь понятие растяжимое более сглаженно выражается в их судьбе присутствие родинки как бы в меньшей степени она на них влияет так что такая информация сейчас она не случайно и так дорогие мои дамы если у вас есть родинки на груди вам это будет особенно важно и могу сказать что для вас эти родинки особенно те которые находятся слива невероятным образом указывают на ваше женское обаяние невероятное очарование тот шарм на который мужчины как на свет свечи не ведая что может быть это для них закончится трагически стремятся они вас жаждут они вас любят они о вас тайно вздыхают так что вы предмет поклонения и даже если вам это не приходило на ум я больше чем уверена в вашем окружении есть группа мужчин которые тайно жаждут вашего внимания хотя быть может ни на что и не надеяться быть желанное любимое это конечно мечта каждой женщины но когда говоришь что появляется бочка меда все непременно природа организовывает и ложку дегтя дело в том что эти женщины возможный предмет поклонения но с точки зрения физиологической мужчины жаждут ее не с точки зрения как умную прекрасную восхищены вашим так сказать подходом к делу вы прекрасная хозяйка отнюдь нет они чувствуют в этой женщине вот эту роковую желанность с точки зрения сексуального объекта поэтому вокруг этой женщины масса всяких ухажеров с с этим вопросом только увлечение которое она в них возбуждает это отнюдь не любовь а просто как бы своего рода любовная интрижка этим мужчины если им позволить воспользуются желанным телом будут восхищены и так далее но после обладания таковым будут куда-то исчезать то есть кратковременные любовные интрижки которые серьезного романа в жизни не обещают вот такая особенность у этой родинки эту женщину хотят все но надолго с ней ее сексуальные партнеры не задержится вот такая вот особенность так что дорогие мои друзья помните пожалуйста что в этот сон жаждущих вас мужчин еще не обещает что этой мужчины навсегда в вашей жизни поэтому не разменивайтесь по мелочам сначала присмотритесь человеку а потом уже дарите ему свое желанное тело та информация которая вам сейчас выдала она конечно несколько огорчительным быть соблазнительные не получить истинной любви это принципе особенности это этих родинок как ни крути древние маги которые собственно говоря тоже изучали знаки подобного рода вообще судили о них достаточно резко считали их достаточно нестабильными и обещающими женщине с этим знаком достаточно бурную жизнь с неразделенной любовью с расставаниями с любимыми постоянно такая шокотерапия любовь любовь потом вот этот стресс от прощание опять новые отношения опять стресс от прощения беспокойные качели которые счастливой эту женщину не делают по определению ну они там еще усугубили что это своего рода знак как бы чуть ли не черной вдовы у которой возлюбленные достаточно часто попадают какие-то тяжелые ситуации или даже лишаются жизни по разным обстоятельствам но это уж очень раньше то любили припустить как бы там где не нужно лишние мистику дым и всякие домыслы поэтому воспримем как информацию но глубоко внедряться в образ черной вдовы не будем по разным обстоятельствам меня здесь больше всего огорчает что женщина столь привлекательная для мужчин не может обрести личное счастье то есть получается тот кто ей нужен по большому счету даже если он и связывать с ней судьбу то я не могу быть уверена в том что это на всю жизнь и что не возникнут такие обстоятельства по которым они разбегутся в разные стороны так что родинка привлекает но не гарантирует вот в чем особенность этой родинки это мы поговорили о родинке на груди если она находится слева и как вы понимаете она достаточно манкая но с особенностями а вот если такая же родинка находится на правой стороне груди то прочтение ее радикально изменяется здесь появляется спокойствие умиротворенность женщины с такой родинкой считаются прекрасными матерями зацикленными на на семье это что называется такой жизненный корешок вокруг которого собирается весь род их дом полная чаша их хозяйственность выше всяческих похвал и если до сих пор вы обладатель этой родинки в себе не рассмотрели подобных качеств помните что в силу разных обстоятельств вам это не пришло на ум так вот вы настоящая мать патронесса человек который обо всех заботится никого не забываете вот вы прекрасно готовите у вас дома уютно чисто и вы просто образец в этом смысле так что вот такие вот у вас есть задатки даже напоминаю если вы в себе не заметили такие женщины могу еще сказать являются весьма добродетельными иными словами зло как таковое например распускать сплетни составлять кому-то под ножку завидовать кому-то эти все принципы чуждые подобные женщины ее поступки обращены только во добро помощь бескорыстная в общем то поддержка в трудную минуту она надежна для своей второй половинки она разделит все трудности и горести если таковые сложатся мы рассматриваем идеальную судьбу женщина которая просчитана подобная родинка так что если вы еще в сомнениях или что-то там родинка есть но вы себя еще не определили и так далее помните что вы созданы в этом мире нести собой добро так что вот это вам установка прежде всего пока в этом разберетесь самим собой все грязные методы борьбы злословие и прочие вещи а идут в разрез вашей кармической истории которая определена родинка справа поэтому чем больше доброго чистого откровенного душевного по сохранению общечеловеческих правил жизни носителя традиции в вас будет тем здоровее будет ваша карма а соответственно ваша история жизни поэтому дорогие мои друзья вот так вот потихонечку прочтя знак на своей груди вы поймете для чего вы пришли в эту жизнь что касается вашей любовной истории то бишь привлекать вашу жизнь а мужчин возможно и у вас эта история присутствовала тоже вы замечали на себя взгляды мужчин которые хотели вами обладать хотя думаю что если сравнить количество претендентов у которые несут за собой правая левая родинка то правая конечно проигрывает а может быть она проигрывает еще потому что вы и не настроены и опускаться по чину романа вы слишком правильная и уверенность женщина считающая что мужчина должен быть один походы налево направо это не ваша стезя и так далее поэтому даже если вы видите что кто-то желает вас вы делаете вид что вы этого не замечаете ну в этом ваша правда и особенность так по поводу женских родинок мы поговорили но все таки пару слов для мужчин чтобы они не считали что у них это просто пустые значки на груди я припасла для мужчин пару слов но об этих пара слов дорогого стоит помните пожалуйста что родинки на груди у мужчин встречается достаточно редко и только принадлежат тем людям которые пришли в эту жизнь нести любовь в массы на любом не физиологическую типа пацан сказал пацан сделал а вокруг 83 невесты им обогреты и все как бы замуж не приглашенные здесь дело не в этом это носитель все человеческой любви человек очень добрый если он вступает брак то вступает единожды у него внутренние неприятия измен по определению поэтому он исключительно верный и вот носитель именно вот этой идеи если ты любишь что любишь всерьез человека никогда не должен предать у него вообще есть вот такие вот базовые принципы которые отличают его от других людей то есть совершить нелицеприятный поступок уронить себя для него очень болезненно и практически он себе подобных вещей не допускает то есть это носитель благородства в неблагородном мире который его окружает некотором смысле конечно ему тяжело если бы все придерживались принципы были верны совершали добро а награждали друг друга любовью ему было бы легче но он последний абориген этакий столб среди разврата на котором в общем то еще задержалась чистота и он очень страдает от того что грязи в жизни стало гораздо больше чем чистых и приятных помыслов если на неприятность сюда этой родинки говорит о том что этот мужчина может в течение своей жизни стать вдовцом вот поэтому поскольку он не может жизни жить без любви он должен кого-то оберегать в общем то о ком-то заботиться и прочее вероятнее всего после вдовства он может жениться во второй раз при этом собственно говоря быть верным своей избраннице полной мере этого слова на него можно положиться более того склонные заводить детей даже при клонном возрасте то есть этого не боятся поскольку считают что дети это продолжение великой любви в данном случае в принципе неплохой знак если не особенность быть вдовцом но это не черные вдовы или вдовцы от которых надо держаться подальше они руку к смерти своей второй половинки не прикладывают просто если в жизни их случаются подобные вещи то они не чувствуют себя комфортно в одиночестве и стремятся обзавестись партнером о котором можно заботиться которую можно любить в свое второе крыло и в одиночестве чувствуют себя как вы поняли достаточно плохо ну вот все что я хотела сказать по поводу этих родинок остальное вы дополните от себя потому что это очень важно а я перехожу ко второй группе мы спускаемся чуть ниже переходим на молочные железы в принципе дорогие мои друзья если у вас родинка находится на границе между той полосой которую мы обсуждали и молочной железой то вы в себе как бы собираете образы и и от родинки от груди и от родинки на молочной железе поэтому здесь видео взаима завязаны друг на друга приготовьтесь вас ждет продолжение информации по-прежнему родинки на молочных железах как и родинка на груди больше характеризует женщин чем мужчин поэтому в данном случае если родинка находится на молочной железе она указывает на то что это мать в прямом смысле этого слова это женщина высоких устоев в плане того что семья для нее важнее чем карьера решение каких-то других семиминутных вопросов если на чашу весов положит например ходить ли на работу или заниматься семьей они безоговорочно выберут заниматься семьей и будут как эльфы обустраивать собственную жизнь конечно они могут пойти и на работу но только в случае того если видит собственно говоря что их семья настолько нуждается в средствах что без походов на работу вопрос не решится есть же женщина которые без карьеры не могут если они не растут по карьерной лестнице они себя чувствуют ущербными женщины же с родинками на молочной железе ущербно себя чувствует при отсутствии семьи вот но отнюдь не от того что их забыли похвалить на работе кстати могу вам сказать что если у вас родинка находится справа или слева на молочных железах это без разницы это прежде всего указывает на то что вы невероятно любите детей а вот и у вас есть какой-то природный педагогический талант вы находите нужные слова не срывайтесь на крик и воспитание детей проявляете ласку доброту невероятное терпение терпимость то есть не истерикуете по любому поводу как бывает у женщин если их раздражают собственные дети поэтому вам это еще указание на вашу возможную профессию все что связано с детьми с педагогической деятельностью это вашей исконной профессии поэтому если вы еще в поиске а ведь родинки могут быть у женщин любого поколения и вы еще себя не нашли обратите внимание на эту природную для вас сферу возможно таким образом мы подскажем вам где вы обретете свое так сказать профессиональное счастье напоминаю родинка о которой мы говорим может быть справа или слева но слева для женщины родинки более могущественные сильные еще более завязывающие на той характеристике о которой я сейчас сказал поэтому педагогическая практика для них просто прописана от природы мало того дорогие мои друзья они могут прекрасно работать детских домах могут сплотить вокруг себе детей стать для них просто названной матерью по разным обстоятельствам и это часто и случается если женщина с родинками справа или слева причем родинок может быть достаточное количество она может быть не одна но если она вот рассмотрели на груди у вас родинок нет только одна так сказать на левой стороне вас это касается тем более полной мере этого слова вы мать в настоящем смысле этого слова вы пришли всем дать счастье радость обогреть стать уютной заменить то чего у других людей нету силу разных обстоятельств потому что заботиться быть ласковой нежной посвятить себе семье это у вас заложено от природы поэтому для вас это не проблема кстати любви обилие нежности забота которые прилагаются к этой женщине в полной мере могут испытать не только дети которые растут в семье но и собственно говоря родственники мужа в точно будут почитание уважение как и собственные родственники они могут сколь угодно может быть подсаливать ей жизнь жизнь не воспринимать ее и так далее но эта женщина стоически продолжать с ними взаимоотношения понимая что родственников не выбирают какие уж ей достались по судьбе такие они и есть поэтому в данном случае любит ценит и может быть уже на исходе последних сил все равно оказывает ему уважение никогда не бросает своих престарелых родственников по чужим углам не сдает их дома престарелых и так далее поэтому у нее очень весомое качество настоящей женщины о чем я собственно сейчас сказала могу сказать что и если в семье происходит горе там типа от того что кто-то прикон к постели они исторически на протяжении многих лет ухаживают за этим человеком тоже его не бросать собственно говоря ну конечно же они тоже люди раздражаются плачут собственно говоря в углу от того что это кажется уже процесс невыносимый и уже ну все на грани срыва но тем не менее потом берут тебя в руки и мужественно продолжают уход внимательно относятся к этому человеку моют купают переворачивают кормят и так далее то есть никогда не бросать никого и досматривать до последнего дня и часа этого человека поэтому конечно их счастливой семь и жизнь не назовешь потому что они как будто бы служат другим растрачивать себя на их внимание и на их заботу находится много желающих и они как будто бы о своем личном практически забывают быстро себя изнашивают быстро собственно говоря себя растрачивать жизненные силы но они это делают бескорыстно и ничего взамен не просят ни денежных вознаграждений и так далее это душевные прекрасные люди которые пришли в этот мир для того чтобы поддержать тех кто упал на колени кто перестал верить будущее ухаживать за больными потому что если мы все откажемся от тех людей которые нам доставляют дискомфорт вот он здоровый нам был нужен а вот когда он заболел ну нафиг а пусть куда хочет туда задевать сдать его там в какой-нибудь приют я когда заболел муж видела собственно говоря от казняков которые лежали в инсультном отделении и я врагу не пожелаю и так это свинцем это концлагерь это страшные вещи и люди беспомощные совершенно лежащие извиняюсь не в свежих памперсах мягко говоря и с пролежними и прочими это понятное дело никто не обязан за ними ухаживать если близкие родственники его забросили но как они спят я не знаю как они себя чувствуют комфортно как они едят пьют и веселятся это отдельная история для отдельного видео я считаю что это страшная трагедия и она у меня частенько стоит перед глазами потому что я очень глубоко переживаю подобные вещи но при всей доброте дорогие мои друзья если мы возвращаемся к женщинам с подобными родинками они не воспитывают своих детей во вседозволенности если доброта она ведь не должна быть слепой и любовь не должна быть слепой потому что когда она слепа человек может себе позволить не того что нужно привить не те качества которые необходимы то есть потакать своим детям она не будет у нее внутренний педагогический талант поэтому данном случае она как-то интуитивно выбирает самые лучшие примеры методы воздействия на ребенка или воспитывает их правильно не безалаберно а с определенной строгостью но не жестокостью вкладывая в жизнь своего ребенка достаточно количество принципов которые являются и для нее весьма весьма важны поэтому как бы мир не предлагал всякие методы развращения прочее то женщина умудряется именно в своих детей вложить важные моменты это нужно это не нужно это важно это не важно то есть все время держит руку на пульсе и всячески старается своему ребенку внушить мысли что он должен быть также традиционен и вот эти вот домашние праздники у нее всегда елка к новому году у нее там какие-то поздравления и отмечаются дни рождения это все прививается ребенку в том числе то есть это носители традиций и как бы это семейное древо и дети повторяют то что было заведено в семье это тоже очень важно очень замечательно и прекрасно так что могу сказать что родинка на левой груди она ко многому обязывает но при этом при всем такие женщины тоже должны быть и не страшно быть ватником консервы как сейчас говорят все устой нафиг никому не нужно поверьте мне это а дьявольские речи которые и призваны к тому чтобы человека оторвать от корней когда он оторван там как говорится уже с ним можно делать все что угодно поэтому традиции традиции еще раз традиции женщины если с родинкой на левой груди призваны сохранять эти традиции привносить их в жизнь так что если вы жили еще по другому дорогие мои друзья или в общем то об этом совсем и не думали то вот вам задача номер один проанализировать то что мы сейчас обсуждаем впрочем если мы говорим что такая родинка может быть и у мужчин почему нет помните пожалуйста что ваша задача такая же как у женщин можете еще раз вникнуть то что я сказала но только вместо женщины упомянуть мужчину ваша задача по-прежнему такие же и педагог в вашей душе тоже существует ну и напоследок маленькая экскурсия к родинкам на соске бывает такое но очень очень редко особо счастливым знаком я это не назову потому что так или иначе в зависимости от того на правом или левом соске на приземлилась эта родинка определяется и судьба человека поэтому сейчас буквально два слова на эту тему для общего развития прежде всего эти родинки указывают на ваши хронические заболевания на склонность таковым или на природное присутствие при рождении поэтому с левой стороны они свидетельствуют что ваша сердечная система находится под ударом может указывать на врожденный порог сердца может указывать на благо приобретенный мягко говоря проблемы с сердцем поэтому вам всегда надо за этим органом следить и следить особо бдительно на правой груди еще более трагическая история на правом соске указывает на то что вы возможно будете подвержены серьезным несчастным случаем вот и тем самым можете укоротить себе жизнь то есть вы не защищены совершенно от травм всякого рода поэтому вам экстремальные виды спорта подходы так сказать к тому чтобы испытывать судьбу прыгать на тарзанках летать на американских горках и прочим в общем все время опускаться на дно морское без собственно говоря соответствующей пикировки это себе же дороже если с кем-то что-то произойдет это скорее всего будете вы поэтому вам надо быть особо бдительной в жизни ну вот такая была история грустная но я ее не придумала дорогие мои друзья я ее собирала кропотливо по крупицам и теперь считая что у меня уже достаточно материала решила предъявить ее вам остальное конечно же ваши комментарии я на них очень и очень надеюсь поэтому спасибо вам вы на мои отклики реагируйте пишите достаточно весомые комментарии за что вам великая благодарность и даже краткие упоминания по существу они дорогого стоят а с вами была елена а